Какой праздник завтра мы узнаем тоже завтра. А сегодня, кстати, еще и международный день секретаря, или в более официальном варианте, международный день профессиональных административных работников. Но мы не об этом, потому что праздник сегодня здесь, вместе с нами, ведь гость нашей утренней студии, собственно говоря, исполнитель этнических и эстрадных песен, человек с прекрасным голосом, и можно сказать, голос Адыгеи, Адам Ачмиц. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Ну и сразу вопрос сходу. Скажи, откуда взялась тяга к музыке? Из детства или, может быть, уже в более осознанном возрасте? Я думаю, что... Не учился, насколько мы знаем, правильно? Да, на самом деле я не учился, у меня нет музыкального образования, у меня как бы есть уши, есть голос, и я сам с тобой всегда занимался, сам себя, скажем так, учил, можно сказать, там, видеоуроки какие-нибудь в интернете, в ютубе. А так тяга, она родилась на КВНовском публище. Играл в КВН? КВН всему виной. Да, 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 да. Причем всему абсолютно. А ну, собственно говоря, у тебя очень много заслуг, это то самое место, где можно похвастаться. Нужно похвастаться. Я не особо люблю, так скажем так, самостоятельно хвастаться, но слушать любую. А с чего начать? Что у тебя, ну вот, твой творческий путь, грубо говоря, а с чего начинал и к чему пришел сегодня здесь сейчас? Наверное, он начался со школьной скамьи еще, я так втихаря под партой писал некоторые стихи и скрывал их от одноклассников, потому что боялся за смею, там что-нибудь такое будет. Потом мы поехали отдыхать в горы, я потерял свою рукопись, и у меня была истерика, я прекратил писать. А начал читать наизусть. Начал просто читать другую литературу, и буквально, наверное, в 2013 году, наверное, что-то со мной произошло, и я начал писать заново стихи, и на данный момент у меня уже три номинации поэт года, учрежденные Российским Союзом Писателей и национальным порталом стихи.ру. Вот. И в этом году вышел мой первый сборник философской лирики. Серьезно, серьезно. Ну, мы знаем, что ты поешь с ансамблем, правильно? Да. Но и при этом устраиваешь какие-то свои перформансы. Мы знаем, что ты бунтарь, и тебя иногда... Журят за такие перформансы. Журят, да, собственно говоря. Есть такой момент у меня, потому что... Почему, почему? Ну, знаете, как говорится, есть... Так как я с адыгей, и я выходил первый раз как бы на адыгскую сцену, у нас там то ожидает определенно какое-то свое что-то родное. Сначала это было так, а потом, когда я начал отклоняться от этого, и небольшой такой резонанс у аудитории произошел, но сейчас уже это воспринимается достаточно, и видят в этом что-то какое-то свое самобытное творчество, которое вылезает уже за рамки республики непосредственно. Уже все хорошо, уже всем нравится, уже все здорово. Да, очень. А ты поешь только свои песни или, может быть, какие-то каверы перепеваешь? Есть каверы, есть каверы на разных языках, есть этнические народные непосредственно песни, есть авторские тоже вещи. Но какие планы на будущее, то есть, в любом случае, они есть? Есть планы, есть цели, которые я так перед собой ставлю и стремительно к ним пытаюсь идти. Иногда горячее сердце не поддается холодному разуму, поэтому приходится пробовать себя везде. И, ну, планы номер один, это мой сольный вечер, который будет проходить и в родных стенах, в Доме культуры, и в Доме культуры, где я работаю. А так, а дальше что? Наверное, все-таки оформить уже свои композиции два альбома, потому что у меня база уже на два альбома есть, это и на странные вещи, и авторские, даже на три. Некоторые иностранные артисты мечтают хотя бы набрать материалы на один альбом, у тебя есть на три, я считаю, что просто обязан. Ну, я думаю, давайте, хватит говорить, что мы все сидим, давайте петь, послушаем все-таки вот творчество. Ну, давайте, вы знаете, в детстве у всех «Баюшки бою» было, у меня почему-то на виниловых пластинках играл постоянно Таркан. И эта песня из моего детства. Мы вот уже подготовились. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Спасибо большое. Браво, нам очень не хочется, чтобы вы переставали. Скажите, где вас можно послушать до тех пор, пока вы выпустите три своих альбома? До этого времени меня можно будет послушать где-нибудь в индустрии. У меня по плану так по Северному Кавказу есть там вечера-вечера. А на крайнем случае можно скачать и послушать. Скачать, скорее всего, на, наверное, realmusic.ru. Ладно. Спасибо вам большое, Адам. Спасибо. Очень рады, спасибо огромное за песни. Вам тоже огромное спасибо. И желаем вам творческих успехов. Я забыл книжечки. Ну а мы напоминаем вам, что все интервью с нашими гостями можете посмотреть на сайте kubany24.tv. Пока не переключайтесь, а мы почитаем книжки и посмотрим.